Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости последнего времени, среди которых наиболее самые интересные, самые главные вызвавшие наибольшее обсуждение. Это серьёзные поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают тот факт, что мы должны теперь, автомобилисты, себя обозначать дополнительными знаками. Ну, много других ещё есть тем, которые стоит обсудить. Сегодня у нас в гостях наш автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Итак, в начале апреля вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые теперь среди прочих вещей, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, помечено то, что они не оборудованы наклейками, обозначающими шипы, неопытный водитель, глухой водитель, длинный автомобиль, тихоходный автомобиль и так далее. Но здесь возникает такая... И при этом было разъяснено, что если у человека этого знака нету, то, несмотря на то, что вроде как эксплуатация автомобиля запрещена, но арестовывать машину, задерживать, отправлять на штрафстоянку не будут, а будут отделываться только либо предупреждением устным, либо штрафов 500 рублей. Это если поймают, конечно, потому что кто сзади увидит наклейку, гнаться никто не будет. Но, тем не менее, во время какой-нибудь облавы это может случиться. Действительно так, что, несмотря на то, что эксплуатация вроде запрещена, но эвакуировать и отправлять на штрафстоянку машину не будут. Ну, за шипованные шины, не обозначенные вот этим специальным значком, не будут. Но я бы хотел подчеркнуть, что вообще требование ставить подобные знаки, там целая группа, оно существовало всегда. Сейчас появилось наказание, которое больше всего заинтересовало всех шипы, естественно. Меня тоже сильнее всего заинтересовало, потому что, на мой взгляд, что касается шипов, стоило подождать с полгода, потому что сейчас как раз сезон, когда все меняют зимние шины на летние, и вроде как ни к чему. Но в целом, я бы сказал, штука полезная, штука правильная. Я вам хочу напомнить, действительно, там ещё и знак автопоезд, знак негабаритный груз, длинное транспортное средство или состав транспортных средств, опасный груз. И это всегда было обязательным. И всегда отсутствие этих знаков, оно влекло за собой довольно серьёзное наказание. Но представьте себе, что у вас едет автомобиль без знака опасной груза. Это действительно очень неправильно. Или без знака, что он длинный. Или без этих трёх огоньков автопоезда. Длинный, кстати говоря, это тоже очень важно, потому что вот когда мы идём на обгон, мы же не видим с задней части грузовика, насколько он длинный. Одиночный он или с прицепом. Да. Или с двумя прицепами. Конечно. А мы рассчитываем уйти на свою полосу. Вот на самом деле знак шипы совсем не бесполезен. И давайте обратимся здесь к опыту наших соседей, северных, северо-западных. У них знак соответствующий есть, но единственное, у них, конечно, не русская буква Ш, а у них как перевёрнутая буква Т, схематическое изображение шипа того самого. И это тоже есть, и он на самом деле необходимый, действительно полезный. Потому что, с одной стороны, если мы на гололёде, то нужно понимать, что автомобиль впереди вас на шипах, остановится довольно интенсивно и хорошо, и уверенно. А вы, может быть, и нет, если у вас обычные зимние шины без шипов. Но, с другой стороны, надо тоже понимать, что, может быть, на мокром асфальте, когда уже тепло, на брусчатке, на трамвайных путях, он будет, наоборот, осторожничать. Поэтому я бы сказал, что в целом норма хорошая, норма правильная. 500 рублей мне представляется даже нормальным наказанием. Но задерживать и эвакуировать за это не будут. Вот тут, знаете, норма вот какая странная. Понимаете, с одной стороны, конечно, никто не будет, но, действительно, с другой стороны, мы же с вами прекрасно понимаем, что если меня сейчас остановят для проверки документов, я покажусь кому-то подозрительным или ещё что-то, и инспектор ДПС, память-то у всех хорошая, все же помнят, всего-то навсего это было в начале апреля, действительно, пройдёт и увидит, что у меня шины шипованные, а значка нет. А как я смогу немедленно исправить эту ситуацию? По-хорошему, я её должен исправить, чтобы на следующем посту не попасться. Да и он меня должен отпустить только, когда я исправлю. Так, по большому-то счёту. 500 рублей наказание. А разве 500 рублей выписать штраф, и это не освобождает? Освобождает на какое-то время до следующего, скажем, там поста или поимки? А вот смотрите, вопрос, на какое время? По идее, достаточно метра, чтобы я проехал, меня опять можно, значит, махнуть передо мной жезлом. Так, 500, 500, 500, 500. Да, поэтому возникает, конечно, на самом деле, это некое удрирование, но, тем не менее, вопрос к магазинам возникает, потому что, в общем-то, знак этот, я по себе помню, стоит он рублей 15-20. Более того, раньше его давали бесплатно к комплекту зимних шипов. Кстати, а вот тут на многих автомобильных сайтах, говорится, вот можете распечатать на любом цветном принтере. Никакого, я так понимаю, ГОСТа, какого он должен там быть, формат, там всё такое, к этому виду есть ГОСТ обязательно, больше того, это не ГОСТ. ГОСТ, это, в конце концов, некий отраслевой документ. А у нас с вами есть то, что должен знать каждый водитель, а именно правила дорожного движения. Значит, открываем онлайн правила, берём книжечку правил дорожного движения, берём раздел, как раз перечень, там, требования, допуск, короче говоря, в конце правил, там все эти значки есть, напротив знака шипы, есть разъяснение, каким он должен быть. Равно сторонний треугольник, вспомни, школы 60 градусов, да, сторона не менее 200 миллиметров, ширина красной каймы там оговорена, шрифт ше там тоже есть, поэтому действительно можете нарисовать хоть фломастером, хоть на комплексе распечатать. Или распечатать на цветном, но соблюсти вот эти вот вещи. На многих профильных сайтах сейчас есть просто такой сервис, нажимаете на кнопочку, он вам уже распечатается. И просто на картонку прижать к заднему стеклу. Как угодно, лишь бы было видно. Кстати, с другой стороны, вот по поводу этого знака шипы, многие уже в интернете стали обращать внимание на тот факт, что таким образом ГИБДД, МВД и правительство поставило точку в многолетнем споре, какие зимние шины эффективнее на льду и на снегу, шипованные или так называемые липучки. Если так называемые эффективные зимние шины, беднешипованные и липучки не ведут к такой ситуации, что нужно о них предупреждать задних водителей, которые едут сзади, потому что не так эффективно машина затормозит, то с шипами, конечно, да. С одной стороны, нет, не полностью. Почему? Потому что то же самое предупреждение можно отнести к тёплому времени года сейчас, потому что тогда шипованные шины, наоборот, менее эффективны. Там разница минимальна с обычными липучками, но тем не менее она есть. Тут, знаете, споров может быть множество, действительно, но надо понимать, в первую очередь, конечно, касается гололёда. Ну, это понятно. Хорошо. Теперь, значит, другой очень важный момент, мне кажется. Ну, понятно, с длинномерными автомобилями, с опасными грузами всё более-менее ясно, всегда это было. Относительно тихохода. Очень хорошее. Это очень интересно. Кстати, оно уже было. Нет. Оно сейчас стало обязательно. Знак всегда существовал, да. Значит, пункт первый. Означает ли это, что автомобиль или транспортное средство, скажем так, каток, трактор, там, я не знаю, грейдер, который конструктивно не может двигаться более 30 километров в час, обязан иметь такую где-то наклейку сзади. Не на стекле, у него там стекла и может не быть. Если он едет при этом по дороге общего пользования, да, обязан. И если у него этого нету, можно его поймать и оштрафовать на 500 рублей или сообщить в ГИБДД, что вот едет такой нехороший человек, явно тихоход по конструктивным особенностям, но не имеет соответствующего обозначения. Ну, я уж не знаю насчёт эффективности таких жалоб, но можно. Значит, дальше мы уже начинаем копаться в правилах и выясняем, что если перед нами едет такой тихоход, то мы имеем право обгонять его. Под знак. Да, в зоне действия знака. Обгон запрещен. Любимый всеми нами знак, когда чёрненькая машинка справа и красненькая слева. То есть для чего он нужен? Чтобы мы не фантазировали, потому что вот трактор, а мы же не знаем, какая у него конструктивная скорость. Может, это только-го трактор. Ну, то есть, допустим, я вам могу сказать, да, что трактор в Беларуси у него куда больше, поэтому нельзя его обгонять, а вот трактор какой-нибудь другой можно. А Беларусь не тихоход. Да что вы, там и 60. Даже с навесным оборудованием. Там 60, может быть. С горки. Нет, вы знаете, про навесное, это тогда у другого эксперта спросим, я сейчас не поклянусь вам. Но, тем не менее, знак полезный, знак нужен именно для того, чтобы снять разночтение. Кого можно обгонять под знак обгон запрещен, а кого нельзя. Понятно. Но в правилах ничего не сказано, там говорится только про вот эту зону действия знака обгон запрещен. А если знака нету, а есть сплошная, одна или две, тут как поступать? И вот перед тобой тихоход. А вы знаете, почему-то... Хорошо отмеченный соответствующим значком. Вот этот знак тихоход, который был всегда, и сплошная, и знак обгон запрещен, вдруг ни с того ни с сего сейчас вызвали какие-то непонятные для меня споры. Потому что ровно ничего не изменилось. И как вам можно было обгонять, так и можно тихоходы, но как нельзя было пересекать сплошную, так и нельзя. Извините, никакого отношения сплошная линия к знаку обгон запрещен в данном случае не имеет, ничего она не разрешает и ничего дополнительно не запрещает. Это дублирование в данном случае. Поэтому если у вас есть знак обгон запрещен, бывают такие ситуации, они редкие, в скобках хожу, к сожалению, но тем не менее, но есть прерывистая линия или разметка отсутствует вовсе, то под знак обгон запрещен вы можете обгонять тихоходы. Потому что знак старше любой разметки. Так было и так есть. Изменилось только то, что стал обязательным знак тихохода. Чтобы мы его увидели и идентифицировали. Но обгонять можно было раньше. Но как написано в правилах напротив разметки 1-1, а также ещё нескольких, а это обычная белая сплошная линия, что её нельзя пересекать. Никогда. Так это требование и осталось. Даже если тихоход... Линию 1-1 нельзя пересекать. То есть даже есть у нас тихоход, и мы имеем зону действия этого знака, мы всё равно не можем пересечь? Тут мнение есть второе. Я, честно говоря, для радиослушателей не рекомендую им пользоваться. В принципе, можно попытаться поспорить, если вы на этом попались. То есть зона действия знака, да. Знак старше разметки. Да, у нас есть приоритет знака над разметкой. Но это в случае противоречия знака и разметки. Допустим, вам рисуется разметка... Нет, противоречие понятно. По разметке вы можете ехать только прямо, знак висит только направо, вы руководствуетесь требованиями знака. Когда в данном случае разметка и знак – это не противоречие, я бы, честно говоря, поосторожничал и не лез бы на обгон. Хотя формально здесь есть какая-то почва, но не более чем для спора. Абсолютно уверенным я бы себя чувствовать в данном случае В общем, я предлагаю сделать такое для всех наших 50 миллионов российских автомобилистов. Даже если мы видим, что это едет тихоход, и даже со знаком, лучше вообще, конечно, всё-таки его не обгонять. Потому что, скорее всего, будет сплошная. Но я... Никакие доводы в пользу того, что вот тут был знак, а вот в правилах написано. Сплошная есть сплошная. Есть минутка? Я могу как бы в качестве такого пряника могу высказать. Так. Значит, на самом деле, в правилах, в вот этом разделе, который посвящён обгону, есть замечательные требования, водитель тихоходного, крупногабаритного и так далее транспортного средства обязан уступить дорогу, когда, значит, за ним скапливаются какие-то транспортные средства. То есть, вы хоть нарушение правил на обочину? Для него это его обязанность пропустить. Там не сказано, как он это будет делать, там сказано пропустить. И надо сказать, что он... Но он же не может подпрыгнуть? То есть, он нарушает, выезжая на обочину тогда? Ну, как на обочине стоять-то можно? А, встать? Ну, конечно, да. Принять в право. Он обязан это сделать. И больше того, на горных отрезках дорог, те, кто ездил в Сочи, наверняка это знают, или в Новороссийск, да, там, как правило, большие грузовики, они пару виражей, тройку там или сколько-то вас поддержат, потом примут в право, и поток легковых машин проезжает. Вот то же самое надо делать всегда и везде, не только в Нагорных отрезках, потому что это прямое требование правил. Да, с одной стороны, мы с вами не имеем права пересекать сплошную, но с другой стороны, вот этот... И он не может держать. Вот этот тихоход, будь он неладен, не имеет права Но я что-то не помню случаев, это зависит всё-таки от человека, если он нормальный, видит, он понимает, что он вот едет, куча машин сзади собралось там и так далее, но ведь я не помню, чтобы ДПС наказывала водителей тихоходов за это. Я всё-таки очень рассчитываю, что мы сейчас скорее теоретически действительно об этом говорим, потому что тихоходы и обязаны чисто по-человечески это правильно пропустить скопившиеся автомобили. Если по-человечески всё бы у нас на дорогах было, может быть, такое ощущение, что может быть, даже не все правила, знаки нужны были бы. ДПС не может наказывать, это в правилах записано. Принять в право и пропустить, остановиться, пожалуйста. Но наказание за это не предусмотрено. Тем более, что пойди попробуй накажи трактор, который едет по обочине, всегда можешь сказать, что я её чище или подстригаю, или делаю что-то ещё. Да, да, понятно, у меня специальная подстригалка. Ну, в общем, вот что касается новых правил, которые вступили в действие в начале апреля. В принципе, ничего такого особого нет, но наклейку шипы, если у вас шипы, надо всё-таки как-то распечатать, поставить, потому что могут, что называется, придираться, мягко говоря, и трепать нервы. Следующая интересная тема в последние дни развернулась тоже в начале апреля, большая дискуссия относительно так называемых пешеходных подстав. В Москве был замечен один благобразный джентльмен пожилой, который, когда вот на небольших таких поворотах, как только машина какая-то, ну, обычно с девушками за рулём поворачивает, он вот так как-то вступает, глядя куда-то ворон считает или смотрит на номера домов, вступает на зебру. Он совершает слокновение. Ну, как слово? Он пешеход, он на зебре. И вот, и как-то вот машина, получается, его задевает, у него из папочки вылетает, не знаю, там, айпад, что-то такое, да. Да, планшет. Он, ну, понятно, заранее разбитый всё это такое, и он, значит, горючими слезами плачет, последний, там, сказать, вот рабочую штуку подарил, и там, я не знаю, там покойная жена, не знаю. И вот, соответственно, многие слабохарактерные девушки, боясь, так сказать, ГАИ, боясь, там, я не знаю, что муж скажет, что такое делаешь, по сторонам надо, курица, там деньги какие-то отдавали. Ну, в общем, бурное обсуждение, потому что от действий этого гражданина и десятков, и сотен других, которые промышляют не только в Москве, но и в других городах, попало довольно много наших сограждан-водителей. Есть ли способ, вот, ну, не то чтобы себя стопроцентной гарантией даёт, известно кто, и что, снизить до минимума опасность такого, что тебе на крыло ляжет или на капот такой вот гражданин? Ну, тут именно в чём опасность, что не ляжет, а скорее он сам в вас войдёт, придёт или подставит свою папку. Кстати, могу сказать, что это вовсе не последних дней явление. В данном случае меняется антураж, но не меняется способ. Ваш покорный слуга, к сожалению, однажды пал жертвой такого вот, да, был давно. Я тогда ещё не мог ни в коем случае, так сказать, считать себя опытным водителем на стоянке. Так вот, в чём самое главное, значит, друзья мои, во-первых, на всякий случай держите дистанцию до пешехода, во-вторых, в современных автомобилях довольно толстые боковые стойки, мы знаем, и водитель действительно ему закрыт зачастую сектор обзора при повороте на право и на лево. — При повороте на право, правая стойка, да, понятно. — Вращайте головой, как только можете. Знаете, в своё время лётчики для этого применяли шёлковые шарфы, чтобы не натирать шею. Вот это ваша нынешняя обязанность — головой крутить и глаза держать открытыми всегда. То есть максимальное внимание, потому что не только подстава, ведь можно и по-честному совершенно совершить неприятное такое. — Хорошо, мы продолжим буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу на радио Вести ФМ, студия Александра Злобина и Антон Чуйкина. Так обсуждаем снова возникшую тему так называемых пешеходных автоподстав, которые люди, хорошие на зебре, так сказать, облокачиваются на наши машины, делают вид, что они роняют из-за этого айпада, айфоны, я не знаю, другие какие-то ценные вещи там, и настоятельно просят возместить ущерб. Итак, как я понял, что 100% избежать такой ситуации сложно, хотя, конечно, надо, если мы видим пешехода, который стоит в задумчивости, и ворон, считает, смотрит наверх в непосредственной близости от зебры, и может теоретически шагнуть, лучше, может быть, даже подержать ногу на тормозе. — Ну, конечно, самый простой совет, вот будьте аккуратными, но давайте уже говорить дальше, а всё-таки если случилось, ну никто не застрахован. — Да, потому что он может просто, ты едешь медленно, с соблюдением всех возможных предосторожностей, и он тебе аккуратно падает себе на, я не знаю, на правую дверь. — Вас выбрали, получилось, да? Это неспроста там девушки, неспроста, как правило, хорошие машины, зачастую без видеорегистратора, если насколько это можно... — А какой видеорегистратор в бок не бьёт? — Ну, тем не менее, там видно при повороте, что вот где-то стоял так далее. В общем, что нужно делать? Вы знаете, первое, что нужно сделать, выдохните три раза, досчитайте до десяти, соблюдайте спокойствие, потому что от резких движений ничего не изменится. Вот придите в себя, вспомните, что если случился какой-то удар о вашу машину, это ещё не означает самого страшного, самого неприятного. Но постарайтесь максимально успокоиться, потому что спокойствие ваш первый здесь помощник и советчик. Дальше выходим из машины и смотрим на реакцию человека, с которым вот что-то, так сказать, такое произошло. — Ну, реакцию мы описали, допустим, если это мошенник. — Согласитесь, что самое действенное средство в борьбе против мошенников, мы сейчас из него и стреляем. Это не полиция. — Как сразу стреляем? — Это... Вот мы сейчас с вами этим занимаемся, мы просто длинными очередями парим. — Я испугался, потому что вынимаем какое-то... — Нет, самое действенное средство — это гласность, однозначно. Вот то, что мы сейчас рассказываем, это означает, что этот вот нехороший человек, где он там был на Садовом кольце, где-то здесь неподалёку от Тверской, ещё, в общем, на Шаболовке, я думаю, что его больше там не будет. Но, тем не менее, да, на его место, возможно, придут другие. — Да, ну, конечно, святое место. — Сразу можно вычислить. Когда человек... Значит, это должен быть хороший актёр. — И психолог. — И психолог обязательно. И дальше. Он вам демонстрирует какой-то не очень понятный ущерб не на себе, а на своей поклаже, на каком-то своём предмете. Ещё раз скажу, в моём случае, вот вы сейчас смеетесь, это был сервиз. У нас был подарок, сервиз для городского головы. А вот-вот... — То есть в коробке был такой сервиз, и вот он теперь упал... — В пакете, в коробке, да, тут же лежал чек. Кстати, тоже может быть вам всегда... Я только что купил этот планшет, вот видите, 20 тысяч, поэтому заплатите мне и так далее. — А сервиз — хорошая идея. — Вот это... — В коробке. — Я надеюсь, что слушают нас правильно люди, да. — Нет, я просто говорю, что может быть, телефоны, планшеты, сервизы... — Трубка и ценная. — И, может быть, даже дорогая шуба? — Порвал. — Порвал. Порвал дорогую из, я не знаю, кожаное политецо такое, да, из мягчайших кожи шкурки молодого дермантина. — Мы считаем, что человек сам цел, и всё в порядке, разве что, может быть, плачет. Ни в коем случае не спорьте, что вы не будете плачивать. Конечно, я плачу. Да, конечно. — А надо признавать? — Боже мой, если я виноват, виновата, я, конечно... — Если будет отказана моя вина. — Я готов, готова разговаривать насчёт ущерба, насчёт всего прочего. Но только в присутствии полиции. Достаем телефон и звоним, или делаем вид, что набираем 112. Вы будете поражены, с какой скоростью испарится этот человек. Я обещаю вам. — Так, в этом случае, если вдруг почему-то процесс испарения замедлится, звонить реально нужно в полицию или в ДПС? — Вы знаете, когда бы ни случилось, и что бы ни случилось на дороге, и что бы я вам сейчас не сказал, вы всё равно запомнить только один номер, 112, а дальше вам скажут, куда и как, потому что номер у нас сейчас с вами один. — Понятно, потому что... — Вот туда и звоним, объясняем ситуацию, да. — Потому что всё-таки это возможно истолковать как ДТП, если это на зебре произошло, да, на прежней части. — Опишите эту ситуацию, когда вас соединят с отделом ГИБДД или с отделом полиции, и не забудьте сказать, я подозреваю, что это мошенник. Вот к этому моменту. — Это нужно сказать. — Конечно. Но зачем зря гонять полицию? Может быть, его уже и не окажется. То есть соблюдайте спокойствие, раз, не вступайте в споры, два, и предупреждайте, что вы вызываете полицию, — Но остановиться надо, потому что некоторые из пострадавших, ну и так, потенциальных пострадавших от деятелей такого рода мошенников, они говорили, что они посмотрели, вроде да, и то ли потому что испугались, то ли потому они уехали, что называется. — Ни в коем случае. — Он садится в машину дальше, в свою машину, или за сообщниками, и они начинают погоню. — Не надо уезжать. Не надо уезжать, потому что, конечно, они просто получат лишний способ давить на вас. Они будут говорить, что вы покинули место ДТП, это автоматически, практически автоматом лишения прав. — Если это ДТП. — Да, но это вроде как подозрение на ДТП, поэтому уезжать не стоит, если вам страшно, если вы не хотите с ним общаться, вы имеете полное право не выходить из машины, приоткройте окошко и общайтесь. — А если сзади сигналят десятки машин, потому что там проезд невозможен, а ты сидишь в этой машине, рядом беснуется, пострадавший, в кавычках. — Нет, извините, что-то случилось на дороге, возможно, ДТП, вы, конечно, имеете право на какую-то паузу, на выяснение всех обстоятельств. Потом, если действительно ДТП, вы можете отъехать, если есть пострадавшие, то вы отъезжать не имеете права, поэтому пусть сигналят. Я почему вначале сказал вам вот это, три вздоха, досчитать до десяти, соблюдать спокойствие, — Знак аварийной остановки надо ставить? — Вспоминайте всё это прочее. Вы знаете, до этого не дойдёт просто-напросто. Если мы говорим о настоящем ДТП, вам бы пришлось это делать. Мы говорим о мошенничестве, поэтому, скорее всего, всё разрешится намного быстрее, чем вы даже с этим знаком будете обсуждать. То есть вы, не спорясь с ним, не вступая в конфликт, говорите, окей, раз произошло, значит, произошло, вызываем полицию. — И она разбирается. — Кого ещё нужно, да-да-да. И юриста, заодно у меня есть знакомый, тоже можете это сказать. Дальше вы сами убедитесь, что конфликта не останется просто на месте совсем. — Но уезжать не надо. — Для того, чтобы вы мне... Нет, конечно. Для того, чтобы вам было легче мне поверить, я вам хочу напомнить, что многочисленные случаи автомобильных подстав, когда машиной о машину, сошли на нет просто, когда появилась ОСАГО. На самом деле в этом... Ну, я не буду говорить единственное, но основное — Нет, ну гигантская социальная функция ОСАГО, о чём мы говорили, когда его вводили, и с этим действительно трудно спорить. — Вот вы сейчас примерно тем же самым скажете. То есть я не возражаю против того, чтобы как бы с вами разбираться, но мы это будем делать в присутствии полиции. Вот таким вот... Ну что ж, хорошее разъяснение. Я думаю, что корм у этих граждан, так называемых, поуменьшится. — А главное, пишите об этом, рассказывайте как можно более широко. Соцсети, сайты, всё что угодно. Видите, до нас дошло, уже точно этого человека уже не будет. — Ну и телевидение там подключилось. Замечательно. Переходим к последней части нашей программы. Это технический раздел, так называемый. В последнее время наш рынок вслед за европейским рынком, но американские пока ещё и японские как-то держатся, появляется всё больше машин с такими маленькими двигателями, турбированными. Да, ну я не говорю, что это такие большие машины. Это могут быть и седанчики, это могут быть и хэтчбечки небольшие, это могут быть и небольшие кроссоверы, или даже среднеразмерные кроссоверы с объёмом двигателей. Один литр турбо, один и два турбо, один и четыре турбо, один и пять турбо. Ну практически многие производители... Японцы пока к нам это не возят, хотя у себя, может быть, продают, и даже в Америке тоже продают. Ну вот Америка, Япония держится. Европейцы уже всё. И в связи с этим возникает вопрос. Да, а машины вроде бы хорошие, и модели симпатичные, и марки уважаемые. Но бурные споры, как я помню, были лет 10 назад, когда всё больше и больше автоматические коробки были. Имеет смысл, не опасно ли, какой ресурс сломается, как чинить? Итак, вот эти маленькие турбомоторчики на относительно, ну не крошечных машинах, которые многие называют пакет молока, да? Ну что, если литр, полтора литра, действительно, пакет молока или сока. Были ли какие-то ресурсные испытания независимые относительно того, при нормальном, среднем, так сказать, этого двигателя напряжения, там, так сказать, нормальное топливо, нормальное по регламенту смена масла, всё такое. Понятно, производители там делают идеальные условия, которых не бывает никогда, и поэтому получаем супер там какой-то маленький расход бензина, и, я не знаю, и масло менять чуть ли не там через раз в год, можно через 50 тысяч там, чего только производители не сделают. Независимые какие-то исследования были, насколько эти сильно нагруженные двигатели, когда ему, допустим, нужно тащить маленький или средний кроссовер весом от полутора до двух тонн, и выдавать при этом 150 сил, огромный, так сказать, крутящий момент, а при этом объёмчик-то совсем маленький. Вот как? Ну, давайте, во-первых, сразу скажем, что это не только маленькие моторы, не только маленькие машины, абсолютно правильно сказать, высокофорсированные моторы, сильно нагруженные моторы, потому что, ну, смотрите, если мы с полутора литров снимаем 170 сил, а с двух литров 250, ну, ведь это же примерно одинаковая степень форсирования. Поэтому давайте уже говорить и о литровых, и о двухлитровых моторах, и о машинах, соответственно, длиной до 5 метров, в том числе больших кроссоверах. Эта практика получила широкое распространение с дальнейшим совершенствованием и ужесточением норм экологических. Это Евро-5, спасибо, и Евро-6, почему, в частности, из Европы в основном идут. У них там принят термин «даунсайзинг», означает, действительно, выкачивание из маленького мотора, а с относительно небольшого объёма, довольно большое количество лошадиных сил и ньютон и метров. — Надолго, главное, надолго ли? — К сожалению, я пока вам не смогу поклясться, положить руку на плаху и сказать, не бойтесь, берите. Противопоказаний нет, но тут, знаете, как с любым новшеством, должно пройти какое-то всё-таки время, пока ещё недостаточно. Пока этим моторам никак не больше 5-10 лет, поэтому говорить ещё рано. — Ну, да, там 5 лет машина может пройти 250 тысяч. — Может. Кстати говоря, если машина проходит за 5 лет 250 тысяч, то для неё хороший режим, и, скорее всего, мотора ничего не будет. А тяжелее, когда она проходит за 5 лет 100 тысяч, но зато всё время в пробках дёргается и так далее. Тут мы уже сейчас совсем в дебри погрузимся. В общем, короче говоря, у меня конкретных противопоказаний нет, но если вы не планируете менять машину достаточно быстро и хотите её купить, условно говоря, раз и на всю жизнь, лучше возьмите с большим мотором. Скажем так, если вы берёте машину на 100-200 тысяч, я думаю, что вот этих вот даунсайзинговых моторов хватит вполне, и не только вам, но и следующим владеем. — Но производители чувствуют нашу озабоченность всеобщую, и некоторые даже марки объявили, что на машины с полуторалитровым турбодвигателем 5 лет гарантии на двигатель. Как бы признают озабоченность. — Да больше того, вы знаете, я думаю, что озабоченность волной бы пришла к нам из Европы. Там эти машины появились раньше, чем у нас, пока никаких противопоказаний серьёзных нет, но, я говорю, поскольку я прекрасно понимаю озабоченность и осторожность, то могу сказать вот следующее. Если вы берёте машину лет на 10, ну возьмите 1,6-100 сил, а если берёте на 5, можете брать 1,6-200 сил. — Доедет. А дальше уже проблема будет второго владельца. — Если будет. Посмотрим. — Да, а может и не будет. — Через 5 лет вернёмся к этому разговору. Ну что ж, я благодарю за интересный и познавательный разговор нашего гостя, автоэксперт Антона Чуйкина. Антон, спасибо огромное. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах.